Александру Лукашенко три стороны в разном формате предъявили три ультиматума, в основном об одном и том же, о дате и форме его ухода. Два ультиматума от Евросоюза и от Светланы Тихановской были опубликованы в один день, 12 октября, и логично связаны между собой. Третий ультиматум, выставленный ему Кремлем, опубликован не был, но на его существование указывает визит Лукашенко 10 октября в СИЗО, где он 4 часа вел секретные переговоры с Виктором Бабарико и его штабом. Ультиматум Совета ЕС состоит из 14 пунктов и опубликован как официальный документ. Ультиматумом его можно назвать условно, поскольку конкретные сроки не указаны. В целом это изложение взгляда Совета ЕС на события в Беларуси со дня выборов 9 августа и в текущее время с описанием действий, которые предпримет ЕС. Совет ЕС констатирует, что прошедшие выборы не были честными и демократичными, не соответствовали законам Беларуси и международным стандартам, поэтому предлагает провести новые. До момента, пока администрация Лукашенко не примет такое решение и не объявит их дату, Евросоюз намерен начинать сворачивать контакты с правительством и центральными государственными органами Беларуси, включая прекращение выделения им финансовой поддержки в рамках Восточного партнерства, а также по другим программам и каналам. Исключение составят ядерные объекты Беларуси, по которым ее нынешнему правительству предложено сохранить сотрудничество и обмен информацией. Эта финансовая помощь теперь будет перенаправлена от центральных органов власти к субъектам местного и регионального самоуправления, а также на программы приграничного сотрудничества и по партнерству с частным бизнесом, особенно в системе здравоохранения. Совет ЕС намерен также расширить свои контакты с гражданским обществом Беларуси и начать оказывать материальную помощь тем людям, которые пострадали от репрессий. Совет приступает также к составлению проскрипционного списка лиц, причастных к репрессиям и фальсификации выборов, куда внесут и Лукашенко, если не изменит свое поведение. Ультиматум Тихановской появился в формате ее видеообращения к гражданам Беларуси и Лукашенко. От Лукашенко она требует трех действий. Назвать дату своего ухода, прекратить аресты и другие виды репрессий и выпустить всех политзаключенных. Если до 25 октября он этого не сделает, то гражданам Беларуси предложено с 26 октября начинать всеобщую забастовку с требованием выполнить эти три пункта. Российские политологи и СМИ сразу же скептично отреагировали на ультиматум Тихановской замечаниям, кто она такая, чтобы давать указания, и сами успокоили себя тем, что она всего лишь домохозяйка в эмиграции, живущая за деньги то ли правительство Польши, то ли Литвы. Никакой реальной связи с Беларусью и массами у нее сейчас нет. Однако они забыли, что вовремя и к месту поданная идея очень даже может стать реальностью. Такая реакция в российских СМИ на ультиматум Тихановской вполне естественна, так как он перечеркивает ультиматум Кремля и всю его комбинацию по выводу Лукашенко с поля политики. Тихановская своим ультиматумом перехватывает инициативу Кремля и бьет его на упреждение. Продолжением Тихановской этой стратегии стало и ее обращение 16 октября с призывом бойкотировать любые манипуляции со всенародным опросом о конституционной реформе или нечто подобное, которое может организовать Лукашенко. План и ультиматум Кремля к Лукашенко не опубликованы. В России любят засекретить не только прошлое, но и будущее. Однако Москва умеет выдавать все свои секреты своими же действиями. Ключевые слова – визит Лукашенко к Бабарико и разгон в Минске марша пенсионеров 12 октября с применением впервые слезоточивого газа и светошумовых гранат. Вдобавок, в тот же день глава МВД Геннадий Казакевич пообещал на светошумовых гранатах не останавливаться и применить боевое оружие. Интересно, за два дня до гранат в Минске впервые за три месяца произошел и силовой разгон демонстрации в Хабаровске. Кремль явно проиграл соревнования протестующим, кто раньше устанет, как в Хабаровске, так и в Минске. Из всего секретного разговора с Бабарико достоянием гласности стала только одна фраза Лукашенко о том, что Беларусь живет под лозунгом «даешь диалог», и он к диалогу готов. Более того, готов говорить не только о Конституции и вообще смотрит на все шире и глубже. Визит Лукашенко в СИЗО был организован почти исключительно ради этой фразы, чтобы продемонстрировать его диалогоспособность. Сам разговор не имел никакого смысла, по той простой причине, что Бабарико не политик, а всего лишь не совсем рядовой агент Кремля. Но то, что он не совсем рядовой, можно сказать в чем-то даже топ-агент, еще не основание о чем-то договариваться с Лукашенко, в диалоге с которым и сам Кремль испытывает немалые сложности. По причине политической бессодержательности разговора Лукашенко с Бабарико, он и не был ни одной из сторон предан гласности. Лукашенко, посетив СИЗО, продемонстрировал не только свою диалогоспособность, но и то, с кем он хочет этим заниматься. Не с Тихановской, которая, если использовать советские понятия, окончательно и безвозвратно зачислена в разряд неконструктивной оппозиции в одной столице даже в изменнице Родины, а с конструктивным Бабарико и его кураторами. Лукашенко в Минском СИЗО добросовестно выращивает шампиньоны конструктивной оппозиции и формально смену себе из спор, переданных Кремлем. Когда Бабарико выпустят, он подвинет Тихановскую и всех остальных со словами «Я в тюрьме сидел, пока вышлялись по заграницам. Где мой кусок пирога власти?» Разумеется, кусок в виде мандата депутата кураторов Бабарико не удовлетворит, если на кону пост президента. Однако Лукашенко – это еще тот самобытный аграрий, который шампиньоны посадит, кредит под них возьмет, но стопроцентную всхожесть однозначно не гарантирует. Может сказать, что посадочный материал был бракованным или микроклимат в подвале хромал из-за высоких цен на газ для Беларуси. У Лукашенко всегда есть объективное объяснение для всего. Пусть они не всегда нравятся Кремлю. История отношений Лукашенко с Кремлем – это парафраз на 70 лет противостояния председателя колхоза и первого секретаря обкома, в котором в итоге побеждает председатель, поскольку советская власть отменяется и СССР распускают. Но ситуация в Беларуси уже не столь прямолинейна. Теперь там бастуют все, в том числе и часть бригадиров. Поэтому председатель понимает, что его договоренности с московским обкомом о преемнике – ни к чему не обязывающая условность. Тем более, если собираешься уходить, а бригадирам этот преемник не нужен. У них свои варианты. Визит в СИЗО – это не только демонстрация своей диалогоспособности, но и способ представить собранию колхоза преемника. Лукашенко, как трактор, тянет телегу со штабом и адвокатами Бабарика во дворец президента. Тянет на малых скоростях, без энтузиазма и в любой момент может заглушить трактор на полдороги и выйти из него к ужасу Кремля. Уход Ельцина под Новый год вызвал легкий стресс в Белом доме, но если произойдет похожий уход Лукашенко, то в Кремле будет тяжелый шок и суровая депрессия. Автократия в Беларуси со скоростью трактора подъезжает к финалу. Ни слезоточивый газ, ни трубопроводные ЗРФ, которые вдруг сказочно подешевеют для Беларуси, не способны этот финал отменить. Вопрос в основном в том, кто после окончания будет доминировать и как долго. Широкие демократы или феодалы с ограниченной демократией для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok